Здравствуйте, уважаемые жители Кашхабльского района. Сегодня я хочу поднять вопрос вот какой. Я уже в прошлом году выступал, кажется, в конце года, если мне память не изменяет, и разъяснял уголовную ответственность за совершение преступления, предусмотренного статьей 264 со значком 1, то есть управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения лицом, которое ранее было лишено водительского удостоверения и наказание, которое не исполнено. Значит, уже полгода прошло, даже больше, как данный состав преступления применяется нашими судами, и такие дела, значит, расследуются в рамках дознания. Что я хочу отметить, что за это полугодие, то есть за первые 6 месяцев 2016 года совершено и зарегистрировано 11 таких преступлений. Значит, судами Кашхабльского района в основном мировые суды осуждено уже 15 лиц за совершение аналогичных преступлений. Вот, и буквально сегодня состоялся очередной процесс, очередное судебное заседание, в ходе которого было рассмотрено уголовное дело в отношении жителя аула Кашхабль, который совершил, значит, преступление, предусмотренное статьей 264 со значком 1. Значит, данное уголовное дело рассмотрено в особом порядке, то есть подсудимый свою вину признал в полном объеме, согласился с предъявленным обвинением, вот, и ходатайство о проведении уголовного заседания, судебного заседания именно в сокращенном порядке. Значит, по итогам судебного заседания он признан виновным в совершении данного преступления и ему назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ. Кроме того, значит, согласно приговору суда он лишен на 2 года права управления транспортным средством. Значит, что еще хочется добавить, данный приговор в настоящий момент в законную силу не вступил, поскольку сторонам предоставлено право для его обжалания, но, отметить, я хотел бы не это. Несмотря на то, что данное преступление не относится к категории тяжким, вот, значит, имелись место факты, имели место факты, значит, когда за совершение данного преступления назначались и более суровые наказания, а именно видели реального лишения свободы. Значит, в этом году такие случаи были, и, значит, виновное лицо понесло наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбывания в колонии-поселении. Чаще всего, конечно, назначается наказание в виде обязательных работ, но имеет место и назначение более суровых наказаний. Это связано, прежде всего, с характеризующими данными лица, привлекаемого к уголовной ответственности, значит, наличием либо отсутствия у него судимости, наличия смягчающих либо отягчающих виновные обстоятельства. Рассказывая обо всем об этом, хочу еще раз обратить внимание жителей Кашхабльского района, особенно тех, которые управляют транспортными средствами, что, значит, данный состав преступления используется достаточно широко, правоприменительная практика уже наработана, значит, как я уже сказал, что в этом году осуждено уже 15 человек за данное преступление, а это значит наличие судимости, которое влечет за собой, скажем так, в последствии ряд неблагоприятных последствий, не только для лица, совершившего, но в том числе для его близких, детей, родственников и так далее. Поэтому хочу обратить ваше внимание на необходимость неукоснительного соблюдения правил дорожного движения и недопущению случаев управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, либо управлению автомобилем лицом, лишенным водительского удостоверения.